Приветствую, приветствую всех, кто со мной сегодня на прямом эфире. С вами Елена Литвиненко. И сегодня наша тема «5 ошибок в подходе к обучению и достижению желаемого результата». Соответственно, желаемого результата в вашем обучении. И поскольку я уже очень давно занимаюсь с людьми, обучаю их, то есть опыт в андрогогике у меня уже такой приличный, даже не хочется цифры говорить, ну больше 15 лет, во всяком случае, как я обучаю взрослых людей. Это не педагогика, это андрогогика. И сегодняшний эфир, можно сказать, посвящен 8-летию нашего интернет-проекта, в котором работали в разное время разные люди. Но я неизменно оставалась его руководителем, создателем и ведущим тренером. Это не значит, что других тренеров не было. Были на данный момент нет. Так вот, опыт мой собственный и опыт моих коллег подсказывает мне вот какие ошибки, которые совершали наши студенты, и особенно которые еще не дошли до индивидуальных занятий, но, к сожалению, они умудрялись их совершать. Вот чтобы вас, так сказать, эти ошибки миновали, давайте мы сейчас их немножечко подробнее разберем. И первая из них – это формулировка цели. Да-да, я уже давно довольно-таки со всеми своими студентами начинаю с формулировки цели. Почему? Да потому что люди говорят, мне нужно развить речь, мне нужно голос хороший. И тогда я задаю им, согласитесь, резонный вопрос. А зачем? Потому что ведь голос и речь, ораторское мастерство – это все только рычаг для того, чтобы достичь каких-то больших гораздо целей. Или это повышение квалификации, вас как человека речевой профессии, правильно? Если вы консультант, тренер, если вы, скажем, психолог и даже руководитель. То есть это ваше повышение квалификации. Кроме того, чем еще может, каким, что еще может повысить, да? Если вы снимаете видео, вы, к примеру, блогер, и у вас речь не поставлена, голос не поставлен, вы как-то так звучите кое-как через раз, и у вас есть с этим проблемы. А может быть, с композицией в речи есть проблемы, но тоже вы чувствуете себя не на высоте. Но хотели бы дальше этим заниматься, и поэтому, соответственно, вам нужно повышение квалификации, ну, которое продвинет вас, скажем, как блогера. В данном случае эта квалификация вряд ли можно назвать, но будем считать, что это продвижение в интернете, да, продвижение в инфобизнесе, если вы кого-то, чему-то обучаете, к примеру, через интернет. То есть, как надо формулировать цели? Пока они не сформулированы в словах, согласитесь, это только тесто, да, которое мы замесили. Ведь оно пока что еще не превратилось в ароматный хлебушек или какой-то печеницы, пока оно у нас где-то там крутится, какое-то намерение в голове. Нужно обязательно облечь его в слова. Причем, будьте внимательны, формулируйте свою цель так, как будто бы она уже имеет место быть, да, то есть в настоящем времени. Просто представьте себе, что вы ее уже достигли. Не хочу быть или хочу разговаривать как. Хочу, чтобы мой голос звучал как-то там. Нет, мой голос уже звучит красиво, я управляю им легко. Вот как-то так надо формулировать. Кроме того, очень желательно тут же в этой формулировке указать, какие чувства вы при этом испытываете. Я с удовлетворением и радостью замечаю, что мой голос стал более уверенным, что он звучит сильно, и я легко владею им. Ну, согласитесь, совсем другое дело. Ну, есть, конечно, тонкости в этих формулировках. Как правило, первый раз все-таки люди формулируют не очень правильно, но, тем не менее, постарайтесь сформулировать свою цель по максимуму достойно. Второе. Вторая ошибка, которую люди совершают. То есть, первое, не поставили себе цели, не знают, для чего им это нужно. Второе. Люди зачастую думают, надо что-то найти такое практическое, какой-нибудь там практический курс. Нечего на эту теорию обращать внимание. А вы как думаете, нужна больше теория, нужно с теории начинать, или с практики? Вы знаете, вот за все эти более чем 15 лет, ни один человек мне не ответил, к сожалению, правильно. Он не сказал, что нужно сначала протестировать себя, а что же из этих навыков у меня уже есть. Может быть, чем-то я уже владею в этой области. К примеру. Я обычно привожу примеры из своей сферы деятельности. Часто ко мне люди приходят и говорят, я хочу поставить голос. Поставить голос, спрашиваю, на что? Выясняем, что на речевое дыхание. И у некоторых это нижнее речевое дыхание, диафрагмально-рюберное, уже развитое. А они думают, что у них не развитое. И тогда мы просто не тратим время на эту тему. А зачем? Оттестировались, и понятно, что в этом направлении у людей все в порядке. Вот так вот. Так что сначала протестируйтесь, прежде чем приступать к теории или практике. Я уже не говорю о знаниях, о теории. Возможно, вы немало знаете об этом предмете. Вот приторики. Люди часто знают о том, что есть какая сила есть у пауз, о том, что нужно логические ударения делать. Может быть, иногда плавают в том, где конкретно, но чаще всего знают о том, что это нужно делать. Третье. Фокусируйтесь на результате. Если уже вы начали свое обучение, уже поставили себе цель, уже начали что-то делать, часто люди бросают обучение на полдороги, просто потому, что им кажется, что у них ничего не получается. Люди зачастую фиксируются на негативных результатах. Ну вот сразу прямо на занятии не получилось что-то, и сразу, ой, да, это долгое дело, у меня не получится. А я говорю им. Вы знаете, вы же не первый такой человек. Обычно люди, если занимаются регулярно, систематически, буквально за неделю этот навык осваивают. И тогда у них вырастают крылышки. И люди думают, ооо, так я тоже за неделю смогу. Или, к примеру, некоторое упражнение, я говорю, засекайте время. И буквально каждый там день у вас вы будете смотреть на свой результат. Записывайте только лучше. Почему? Потому что мы будем отталкиваться от лучшего результата, чтобы еще к нему чуть-чуть добавить. Правда же? Поэтому фокусируйтесь на том, что получилось. Не получается играть перебором, как говорится. Ну что ж, для начала возьмите хоть какие-то ноты. Пусть это не будет так уж сразу, так быстро, но началось, как говорится, что-то уже получаться. Пара нот уже звучит неплохо. Четвертая ошибка. Четвертая ошибка. Четвертая ошибка. И, к сожалению, часто поддаются на такие уловки, которые называются регалии, крутости, слава. Вот этот человек, он такой прославленный, он такой замечательный, он сам все замечательно так делает. Я видел его выступление, если это касается ораторского мастерства. Во-первых, часто человек бывает прекрасный исполнитель, но, увы, он не умеет научить. Ну, потому что у него нет специального образования, может быть, он никогда этим раньше не занимался. Ну, вот решил так, как говорится, понадеялся на то, что у него будут кураторы. А, как правило, те люди, у которых большая слава, да, они сами занятия не проводят. У них есть какая-то программа, они записали, может быть, уроки. А дальше вас сопровождает куратор. Ну, в общем, совершенно непонятно, какой это будет человек, насколько вы сойдетесь, как говорится, в характере. То есть, лучше, конечно, попробовать, почитать отзывы, получить одну консультацию этого человека, для того, чтобы понять, а подходит ли мне он, как учитель, как наставник. Для того, чтобы понять, а совпадают ли наши шестеренки. Поэтому, в основном, обращайте внимание, насколько вам человек импонирует и насколько вы совпадаете. Я уже не говорю о том, что вот эти отзывы, да, о том, как проходят занятия, насколько люди быстро учатся, насколько хорошо структурирован, построен курс. Обращайте внимание на это. Ну, и последнее. Коль уж выбрали наставника, то будьте последовательны. Доверяйте ему, не подвергайте сомнению, что называется, как у доктора, выписанный рецепт. Вот это я буду принимать, а вот это я не буду принимать, а вот это мне вообще не нужно, а вот это, да ну, какая от него польза. Ну, мы же все знаем, да, все у докторов лечились и понимаем, что мы, как правило, когда получаем рецепт, мы именно так и рассуждаем. К счастью, в моей жизни была такая доктор, которая не просто рецепт писала, а она объясняла, вот это нужно именно столько дней, потому что. Именно столько раз в день, потому что. И она меня убедила, что нужно действительно все то из того, что она написала. И я подумала, вот здорово, бывают же такие доктора. Так вот, как правило, люди, у которых хорошие результаты по обучению, я имею в виду мастера, тренеры, учителя, у них есть определенная система и методика. Пусть для вас это слова какие-то малознакомые, но смысл в том, что все выстроено в таком порядке совершенно не зря. Не надо начинать с пятого, надо начать с первого. У меня, например, вот часто люди думают, да не буду я прописывать эти цели, я не верю в это, зачем оно мне нужно. И потом через пару уроков, что называется, сдуваются, да, потому что нет у них понимания, что они будут иметь в финале. Была у меня такая одна ученица, которой почему-то одно из упражнений не понравилось. И она мне сказала, ну давайте вот без этого. Ну, какое-то оно странное, непонятное, неприятно звучит. Ну, люди разные бывают, да. Так вот, в обход этого упражнения было идти довольно-таки сложно. И если уж выбрал себе мастера, то доверяй ему. И выполняй все в точности по его методике. Потому что, помните, в любом деле важна система. И если ты эту систему, я эту систему, строила больше 15 лет, выбрасывала то, что малоэффективное, познавала все время, привлекала что-то новое, 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 перемещала местами для того, чтобы эту систему создать. И теперь она работает. И работает, и этому есть подтверждение на большом количестве случаев. Большое количество людей уже по этой системе прошло и получило свой желаемый результат. Если нет системы, будет ли работать бизнес? Бизнес-система – известная вещь. Если нет системы, корневой системы, к примеру, да, будет ли расти дерево? Ну и, в конце концов, мы с вами тоже, что называется, плоды огромной репродуктивной системы. То есть, все в этом мире, по сути дела, систематизировано. Так вот, если вы уже попали к какому-то мастеру, у него, скорее всего, есть система. Идите по этой системе смело, фокусируйтесь на позитивы, на своих лучших результатах. И, как говорят цыганке, будет вам счастье, да? Ну, скажем так, и вы, если избежите всех этих ошибок, то, скорее всего, ваше обучение будет результативным. То есть, начали не просто так, да? И действительно, в финале прочувствовали ту самую цель, с которой начинали. Не только ее вначале прочувствовали, но и в финале вы начали ощущать действительно уверенность, легкость, позитив во время выступления, владение голосом. Все это реально можно ощутить. Так что я вам желаю избежать всех этих ошибок. Ну и до встречи в эфире!